Политехнолог и политолог Тарас Загородний, он уже с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте, Тарас. Да, здравствуйте. Тарас, и, конечно же, хотелось бы с вами обсудить вот это тотальное вранье Шойгу о том, что минимальные потери, тотальное вранье Кремля о том, что Путин появляется якобы на линии фронта, даже на нуле. И зачем так врать? Зачем так откровенно врать? Потери больше, чем 100 тысяч? Или не хотят платить просто? Ну, несколько, конечно, существует, несколько тенденций. Первое, коррупционное тоже есть. Уверен, что, как у вас в предыдущем сюжете было, что деньги выделяются, но они просто разворовываются. Тем более, что если человек без вести пропал, то и денег не нужно платить. Это раз. Второе, скрывать потери они начали с самого начала. То есть были введены, приняты были соответствующие законы, которые ограничивали распространение информации. Я наблюдал за тенденцией, как они это делали. Они в регионах, в регионах, если была публикация о потерях, о том, что приехали гробы, они всегда делались выборочно. То есть они делались без предыстории, сколько уже людей погибло. Делалось вот так вот. Ну, погиб еще один человек, похоронили. Все. То есть для того, чтобы не создавалась общая картинка потерь. Можно было это вычислять косвенными методами. Например, когда украинский генштаб давал приблизительно 30 тысяч потерь, то, например, ВКонтакте количество объявлений по запросу погибшие и так далее уже превышало порядка 50 тысяч. То есть только так можно было выяснить, но в любом случае они блокируют любое упоминание потерь, потому что, да, российское общество готово принять большие потери, но у них тоже есть какая-то точка невозврата с точки зрения восприятия этого вопроса, зачем все это происходит. Потому что Кремль, ну, в отличие от Советского Союза, Кремль достаточно активно проводит социологические исследования. Они понимают, что все-таки есть какие-то границы, за которые переходить нельзя. И, соответственно, Шойгу и все остальные говорят именно так. Но их не вранье, конечно же, даже россиянами не всегда воспринимается. Это вот эта знаменитая фраза Шойгу перед мобилизацией. Мы потеряли 6 тысяч, поэтому призываем еще 300. В это не поверили даже ватники, потому что у них был закономерный вопрос. Если потеряли всего 6 тысяч, то зачем 300 тысяч призывать? Это первое. Касаемо вопроса Путина, почему они врут о том, что Путин в войсках, на нуле и так далее. А это реакция, реакция на работу Зеленского. Вот Зеленский приехал в Бахмут, да. Это аж ну ноль-ноль, можно сказать. Полная передовая, да. Ближе уже фактически некуда. А это, конечно же, смотрят эти военкоры, смотрят стежеватники в России. Они начинают задавать очень неприятные вопросы собственному руководству. А где вы находитесь, почему вы не там, ну, по крайней мере, хотя бы демонстрируете то, что есть. А дальше Кремль еще попадает в собственную идеологическую ловушку, которую они раскручивали последние 20 лет. Ну, помните, они рассказывали, что можем повторить о том, что давайте как во Вторую мировую. Но, ну, как у них Великое Отечественное называется. Но проблема в том, что Великое Отечественное, то дети руководителей страны, они же воевали. То есть старший сын Сталина попал в плен фактически в первые дни войны. И погиб в плену. Трое сыновей Микояна, это был тоже член Политбюро, они тоже воевали, один погиб. Старший сын Хрущева, он воевал, он был летчиком и он погиб. То есть дети, то есть было в той власти, как ни странно, как раз вот единение народа и элиты, оно было ближе, чем сейчас. И поэтому они пытаются вот такими способами рассказать о том, что якобы Путин где-то был, хотя подтверждений нет. Шойгу якобы был на передовой, хотя легко это определяется, что это было 80 километров, и то в Крыму, и вообще непонятно когда он это все снимал. То есть они попадают в собственную ловушку, и это усугубляет разделение власти и народа в том вопросе, что за что воюем, если элита за нас не воюет, если она сама не собирается вместе с нами умирать. И это, конечно же, добавляет брожение все-таки в российское общество, которое начинает задавать очень неприятные вопросы. А задаст ли оно их громко, и насколько это брожение может отразиться на политике Кремля? Потому что пока... Вот в начале войны многие эксперты говорили, счет убитых пойдет на десятки тысяч, и Кремлю уже не поздоровится, уже общество, гражданское общество поднимет голову. Мы видим 100 тысяч, и только брожение какие-то. Нет, нет, смотрите, смотрите, в России это будет работать как в семнадцатом году. Вот нет никакого брожения, потом раз, оно все схлопывается. Но для этого вот этих потерь недостаточно, да? Достаточно для того, кто-то еще должен все это и сверху еще все это стимулировать. Ну как, например, если говорить о семнадцатом году, все-таки армией, разложение армии занимался Ленин, и большевики, они активно работали в этом направлении. То есть плюс были внешние силы и межелитные больше разборки, которые привели в том числе к чему привело. Тут, тут, мы видим эти межелитные разборки. Они связаны с тем, с появлением квази-частной армии, это Пригожин с Вагнером. Это и есть уже межелитная разборка. И понятно, что в России все будет начинаться как раз вот с выяснения отношений элит, которые будут пользоваться настроениями народа, и, возможно, кого-то даже за собой поведут. Вот, конечно, определяющим фактором не будет народ. Вот, это еще, это было понятно. Кремль, как я говорю, достаточно эффективно работает с пропагандой. Она у них очень хорошо работает, и она очень красиво и профессионально сделана. И, как я говорил, в отличие от Советского Союза, в Советском Союзе же не было социологии. Она считалась буржуазной наукой, и она фактически не применялась никак. Они абсолютно четко отслеживают настроение народа, понимают, во что сыграть, во что не сыграть, как это все перевернуть правильно, и как это все отыграть даже проигрыши. И поэтому, конечно же, если они дальше так будут продолжать, но в любом случае точка невозврата все равно она существует. Потому что, опять же, обострение классовых, как сказали бы большевики, противоречия, оно чувствуется. То есть, возникает вопрос, за что воюем, за олигархов, за то, что нас дальше грабят, и зачем мы умираем. Тем более, что тут коррупционная составляющая государства уже начинает проявляться вовсю. То есть, там не заплатили, там не доплатили, а там, кроме денег, никакой идеологии, в принципе, и нет. А деньги, это очень слабая, в принципе, идеология. Тем более, что она бы хорошо очень работала, когда бы государство само не обманывало собственных граждан, да, и вовремя выплачивало те же гробовые, те же лады давали и так далее. Поэтому, в данном случае, очень много факторов, которые рано или поздно будут создавать напряжение, которое может вылиться в саботаж, оно не обязательно может иметь форму того, что они возьмут оружие и побегут сразу стрелять в своих командиров, они просто могут не идти и не воевать, да. Армия может где-то саботировать приказы, сказать, что это невозможно. Вот тут вот очень хотели, но не получается. А ты попробуй разберись, где там, что там, и в действительности это так происходит или нет. То есть, это должно, это многофакторная действительность модели, какой фактор будет решающим, пока вот сложно говорить. Знаете, раз в подтверждение вашего слова, я не буду показывать это видео, не потому что не нужно, но принципиально, да, чтобы не делать эту рекламу, но, процитирую, погиб в бою с фашистами за право говорить на русском языке. Так очередной путинский чиновник успокаивает мать погибшего в Украине, Орка. Парню было всего 23 года, и он был единственным ребенком в семье. Дурманинная пропаганда и мать даже не задается вопросом, за что погиб ее сын. Сколько людей в Российской Федерации, сколько людей говорят на русском языке, и они успокаивают мать единственного ребенка, которого она отправила, и который погиб тем, что он боролся за право говорить на русском языке. Это такая у меня была ремарка эмоциональная, извините. Нет, ну вы, смотрите, вы говорите как рациональный человек и с ментальностью украинца, да, то есть абсолютно другое. То есть мы настолько уже разошлись с ментальностью, что мы некоторые вещи уже просто, ну, не понимаем, просто не можем понять, насколько это может произойти. Путин в действительности провел гигантский социальный эксперимент за эти 20 лет. Он смог, благодаря качественной пропаганде, опять же, качественной пропаганде, монополии на телевидении, он смог перепрошить мозг россиян таким образом, чтобы они за совершенно эфемерные вещи, даже по их меркам, за совершенно эфемерные вещи, шли просто умирать без каких-либо вопросов. То есть поэтому тут и вот то, что вы говорите по поводу матерей, Путин тут еще сделал еще один эксперимент. Он фактически атомизировал российское общество. Он убил эмпатию даже на уровне семей. То есть матери, которые, ну, для меня это тоже сложно понимать, да, когда ты родила ребенка, там, выносила ребенка, а потом ты отдала государству, его убили, и ты даже не всплакнула по этому поводу. Но Путину это удалось сделать. Да, там не все такие, но, к сожалению, достаточное количество для того, чтобы сформировать армию из смертников, которые будут идти, не задавать вопросы, будут думать, что это правильно, но будут умирать за ржавым автоматом Калашникова, думая, что это великая доблесть для них. Ну, конечно же, это никакая не доблесть. Они их забудут буквально через день-два после того, как эти якобы герои погибли. И тем более, что война будет точно проиграна. И эти, которые погибли, они вообще будут считаться проигравшими, то есть лузерами, и будут считаться просто идиотами, потому что российское общество так будет потом разворачиваться. Солдат, проигравший армии в России, вообще нигде в мире никто уважать не будет, а тем более в России. Начнется, как вы уже... Дальше начнется афганская история. Мы вас туда не посылали. Зачем вы туда вообще пошли? Вот пьешь, попрошайничаешь в подъезде либо в порванившающих переходах. Это твои проблемы. Никто за тебя платить не будет и так далее. То есть, опять же, мы возвращаемся к вопросу, что российское общество и так было достаточно атомизировано, а Путин это довел фактически дело в абсолют, когда на уровне, опять же, отношений матерей и детей отсутствует эмпатия. То есть никакой сочувствия, любви и все, что с этим связано. Абсолютная, абсолютный ноль, можно сказать. Дикий, конечно, эксперимент над народом провел этот российский диктатор. Мне подумалось, сколько диссертаций по итогу будет защищено не только политологами, кстати, историками, а еще и клиническими психиатрами по итогам правления этого кремлевского диктатора. Тарас, вы отметили слаженную и качественную работу российской пропаганды, но согласитесь, что она иногда сбоит и даже впадает в ступор, как было после визита Зеленского в Бахмут, о котором мы уже говорили. Действительно, нужно иметь огромную смелость, чтобы приехать на ноль. Что российская пропаганда чем ответила? Ответь, попросила поверить на слово у сам Пескова, который сказал, что Путин же тоже был на передке, правда, попросил поверить, что это очень тайная информация. Но вот верьте на слово, наш Путин тоже герой, тоже мужик с тестикулами. А Пригожин записал какое-то непонятное видео, тиктокер, да, этот, вызвал на разговор Владимира Зеленского. Что это за реакция Пригожина? Это команда сверху или все-таки уже начало самостоятельной игры? Ведь он на себя перенимает таким образом функции главнокомандующего, министра обороны. Он пытается играть, он пытается, он хочет стать частью власти, это понятно. Он хочет стать игроком, достаточно таким большим, для того, чтобы, ну, я думаю, не для того, чтобы воевать, не для того, чтобы выигрывать войну. Речь идет уже о постпутинском мире. Пригожин понимает, что грядет большая смута, а в большой смуте будет выигрывать самоорганизованная сила, которая не имеет никаких вообще моральных ограничений. Речь идет, конечно же, о нем и о ЧВК Вагнера. Их задачи будут абсолютно прагматичные. Ни какой там русский мир, ни какая-то война, их задача либо награбить как можно больше, либо предоставлять услуги охраны постпутинским элитам, ихним активам, которые неизбежно будут перераспределяться после смены власти и обрушения нынешней вертикали власти. Поэтому он пытается играть вот такими вещами, якобы он там будет разговаривать с Зеленским. Меня насмешило в его видео, это то, что он азбукой Морзе сказал, что мы это отсылали. То есть у меня вопрос, зачем азбукой Морзе можно было, если просто можно было по рации связаться. Ну, то такое как бы. То есть ребята еще совершенно живут в каких-то виртуальных реальностях. То есть азбукой Морзе, это использовалось еще во Вторую мировую войну. То тут зачем-то азбукой Морзе и с кем ты хотел связаться. Но тут, конечно же, позиционирование, что он ровня президентом, он имеет право разговаривать и пытаться разговаривать в том числе с теми людьми, которых избирал народ. Ну, это, конечно же, для Украины это вообще никак играть не будет. А вот для России, для России он пытается позиционировать себя как легитимную силу, которая способна будет играть какую-то важную роль. Но я думаю, что, конечно же, там очень много еще неопределенных переменных в этой формуле, поскольку все-таки государственные структуры в России есть государственные структуры, и не факт, что он будет потом просто убран как ненужный элемент, потому что это же еще старая гербийская разводка. Путин часто выдвигал вот этих националистов российских для того, чтобы показать Западу, что я еще вменяемый, а вот смотрите, кто еще придет на мое место. Поэтому Пригожин, я думаю, он понимает, как он рискует, но он пытается играть, пытается играть, но, конечно же, он станет легитимной целью либо для ФСБ, все-таки, в конце концов, когда не нужен будет, ну, либо для украинских спецслужб. Вот буквально вчера вышло интервью господина Малюка, руководителя СБУ. То есть они подтверждают, что будут действовать, они выходят тоже на проведение спецопераций, в том числе за рубежом, и они являются легитимной целью для украинских спецслужб. То есть тут уже никаких сантиментов не будет. Каждый, который имел отношение к военным преступлениям за рубежом, точнее, в Украине, должен понести наказание. Ну, пусть дают интервью больше. Каждое их такое появление, оно дорисовывает мишень, условную, на их лбах. Спасибо, Тарас, за этот разговор. Тарас Загородний и политтехнолог присоединялся к нашему эфиру.